Делавые и сяброские сносины. Как протягнуть и чин затекавить замежных туристов в Могилевской области. Вести и здорово ладжиця модна. Акробатичные труки на перекладинах у часе варкаут тур МОЦ в Беларуси, в Могилеве. Шлюбный бум чакаем наступным жнивнем. Якая дата самая популярная сярод могилевчан. Завершился аукцион на поставку нового аппарата МРТ у Могилевскую городскую больницу. Это будет сучасный скрининговый томограф, который наибольшь подходит для оказания миновета худкой допомоги. При больнице в 2015 году открыли уникальное для Беларуси отделение экстренной допомоги. Теперь потреба у диагностичном обсталевании у Могилевской городской больницы круглосуточная и нагрузка на аппараты выше, чем у стационарах. Например, у среднем по республице на компьютерном томографе выполняется 7 тысяч обследований за год. У городской больницы у отделения экстренной допомоги уже зафиксировано 21 500 обследований. Два факта и порушения закона об использовании природными ресурсами выявили инспекторы. У самовольной сдобычи пяску уличили одно из могилевских буддавнейших предприемств и двух же хоров Могилева. За порушения закона и те и иншие уже притягнуты до администрационной отказности под рабязностью материала наших журналистов. Здобывали пясок у промысловых масштабах для себя и на продаж. Один из могилевских буддтрестов обвинуватели у незаконной сдобычи карасных выкопнев. Инспекторы высветлили, сгодно договора, буддавники могли корастаться землей до конца года. Устольки термины договора на сдобычу пяску у предприемства скончилися больше за полгода тому. Администрация Бутреста введала, что порушает закон. В настоящее время по данному факту в отношении двух руководителей должностных лиц подготовлены дела об административном правонарушении. Они привлечены к административной ответственности крупному штрафу, а также юридическое лицо. Кроме того, было приостановлено право пользования недрами и рекомендовано произвести рекультивацию нарушенных земель. И еще двух же хоров Могилева, которые ждали заработать на продаже пяску, инспекторы затримали на территории карьера одного сельгазпортприемства. Первоначально они пояснили, что данный песок собираются использовать для личных целей. Однако в последующем, уже при осмотре их транспортного средства, было обнаружено оборудование, которое используется для проведения строительных работ. И уже в последующем, по окончанию подготовки дела об административном правонарушении, они пояснили, что работает на индивидуального предпринимателя. И данный песок используют при установке надгробных плит, могил и оград. Инспекторы склали администрационный протокол накопателей, а индивидуальному предпринимательнику, на якого и они працывали, спынили деятельность лицензии. Наталья Ильинич, Миколай Соболев, Новины региона. Туристы, которые наведали Могилевскую область за все летние 10 месяцев, заплатили за разные послуги больше за 3 миллиона долларов. Такие известки Управления спорта и туризма Могилевского Аблова-Конкама. Регион, по вы для статистики, нелетесь наведали около 8 тысяч туристов. Все летняя личба жакается, будя не меньшей. Наприклад, только туристичный комплекс «Миколаевские сажалки», что у Круглянским районе, прынял умбойж за десяток тысяч гостей, які проезжали до нас по разных справах. Переважная большинство их за Россией. Сярут краин далекого замежа, частей у Могилевскую область, проезжают с Германии, Израилю и Италии. Ти далучиться до гэтага спису Япония, пока же час. Але недавно у регионі побывала японская делегація. Змыты наладзіця брускі зносины. І за одним разом туристычная сувязі. С гэты на году интервью телерадой компании Могилев, директор державного предприемства «Могилев Аблтурист» Алена Карпенка рассказала, як притягнуть у наш регион і чим зацікавець замежних туристов при нам сі японських. Увагулі сёліта Могилю Аблтурист принял божж за три сотні замежних туристов. Это немного, но это огромный труд, чтобы принять и обслужить такое количество туристов. Чем можна заинтересовать японцев? Практически всем, что есть у нас, этого нет у них. Чего? У них нет наших просторов, у них нет наших овощей и фруктов в таком количестве и по такой цене, как у нас, нашими яблоками, их можно изменить, нашей картошкой, нашими драниками. Японцы очень любят вкусно покушать, много покушать, так, как и мы. И всё, что касается еды, в первую очередь они все задают вопрос, что у вас можно покушать. Прекрасно. Вот когда рассказываешь, им становится это очень интересно, они очень любят это. То есть шансы привлечь японцев у нас есть? Да, огромные. Интервью Алены Карпенко. Глядите о информации на аналитичной программе «Днями». Життё Айчыни – гонор никому. Под таким девизом означает 15 год с дня с основанием Могилёвской областной кадетской училища. Те, кто из детинства вырешил надеть китель и служить родиме, и те, кто выховывает будущую военную элиту краины, собрались разом на врачистости с нагоду юбилею. 150 хлопцев учатся по школьной программе и еще выучают военную справу. Плюс узмосненная физичная подрыхтовка. И безумовно у всех говорят про дух кадетского братерства. Областное кадетское училище лечится элитной навучальной установой для молодых людей. У нас конкурс на поступления довольно-таки высокий. Мы принимаем в 8 и в 10 класс. И вот я для примера скажу, что в 8 класс у нас в прошлом году был, ну в этом учебном году был конкурс «Два человека на место». А в 10 класс более семи человек на место. Варкаут-тур «МОЦ Беларуси» отбился у Могилёві. Акции уладили по инициативе Молодежной Федерации этого вида спорта. Хлопцы из Минска укрутили соней, капотягивались на одной руце и рабили акробатичные труки. Но галуны протягнуть, как могла больше молоде, до занятков физической культуры и здорового ладу життя. Могилёв стал одним из 30 городов Беларуси, в которые приехали турникмены. Так у народа называют тех, кто демонструет свою акробатику на гимнастичных перекладинах. В середине года этот спортивный накерунок набил в Беларуси официйный статус. Съявилась Федерация варкаут. И как долучить до здорового ладу життя, я еще больше людей, аматоры из Минска отправились в тур по Беларуси. Уже поступило порядка 200 заявлений. То есть они каждый день прибавляются. Мы ставим задачу набрать порядка 2000 человек в состав нашей Федерации. Влад Книша у Змогилёва варкаутом займается два годы. Разом сябрами демонструя ведовишные труки. Просто ходил, подтягивался, потом стало скучно. Пришел заниматься. За два лета научился все, что вы видели. Но это мало того, что я имею. Организаторы запросили и школьников долучиться до подеи. Например, 20 разов подтягнуться, прокачать пресс. Аматоры здорового ладу життя наведают еще несколько городов и проведут сутреши. У середине листопаду в Минску отбудется республиканский фестиваль, на который уже запросили могилевских хлопцев. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, Новинная региона. Вызначена самая популярная дата на шлюбы в Новом Годе. И она не стала нечеканностью 18-е жюня 2018-го. В первый день бронирования местов для важных подей в Могилевском ЗАГСе на эту дату разобрали, например, золотую залу. Самые популярные месяцы, жнивень и вересень, минавито так далека многие пары плануют свою будущую. В Могилевском ЗАГСе зарегистровано шлюбы больше лета. С повынника года специалисты меркуют про 2500 шлюбов. Правда, до плодовитых 2014-го и 2015-го годов далека. Отбивается демографичная ситуация 90-х, когда резко снизилась народжальность. Все лета так само народжается меньше детей. В Могилеве в этом году народилися поколь двое тройнятов и 35 двойнятов. Похвалиться Могилев можно своими долгожихарами, парами, что поруч, як говорится, прожили життем. Ежегодно мы порядка 40 пар юбилейных регистрируем. Из них золотых юбиляров, как правило, от 10 до 15 пар. Все лета у першиню, як отзнашают специалисты ЗАГСа, Могилевские пары не стояли перед звярыми у перший день бронирования. Многие записались и зарезервовали даты прозинтернет. Правда, на подачу заяв будущих молодых чекают в реальном месте и часе. Наше законодательство не предусматривает подачу заявления на регистрацию заключения брака через посредников и не предусматривает дистанционной подачи такого заявления. То есть заявление подается письменно в присутствии обоих лиц, вступающих в брак. У Снежни органы ЗАГС будут святковать свое стагодзе. За этот час шмат шагу изменилось. Например, все лета вельми популярная процедура одновления батьковства и пирамены имя. Катерина Градницкая, Юра Уласол, Новины региона.